Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Катунь24, в студии ведущий Егор Матаев. И в начале, как всегда, коротко о главном. Найти решение проблемы с покупкой жилья для сирот – такое поручение дал губернатор Виктор Томенко. Подробности в выпуске. Горящий самолет тушили сегодня в Барнаульском аэропорту. Там прошли пожарно-тактические учения. Высокая пожароопасность объявлена в регионе в ближайшие два дня. Какие районы в зоне риска и какая погода ждет нас до конца осени? Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил за неделю найти решение проблемы с приобретением жилья для детей-сирот в Барнауле. С начала года в Алтайском крае жилые помещения получили более ста человек. А в краевой столице приобретено всего одно жилое помещение. Неосвоенными остаются около 50 миллионов рублей, выделенных на эти цели. Подробности в материале Глеба Полянского. Вопрос приобретения жилья для сирот в Барнауле стоит остро, несмотря на значительные средства, предусмотренные в бюджете. По словам главы регионального минстроя Ивана Гилева, с начала года было объявлено около 50 аукционов на приобретение жилья для сирот, но ни один из них не состоялся. Причина – отсутствие заявок. Если говорить на перспективу, я вижу все-таки единственный возможный вариант реализации квартир в Барнауле. Это передача полномочий в части Барнаула о приобретении квартир для детей-сирот на муниципалитет. Всего на обеспечение жильем детей-сирот в этом году из федерального и краевого бюджетов выделили 498 миллионов рублей. Около 50 из них не освоены до сих пор. Министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев считает, застройщиков сдерживает низкая закупочная цена на жилье. Также его себестоимость повышает обязательная по закону внутренняя отделка. Опасаются строители и штрафных санкций за невыполнение условий госконтракта. Губернатор Виктор Томенко поручил руководству Минстроя в кратчайшие сроки разработать конкретные предложения по решению проблемы с предоставлением сиротам положенного им по закону жилья. Результаты главе региона должны представить в течение недели. Глеб Поленский, Дмитрий Козерлыга, Новости. Новая система долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами начнет работать в Алтайском крае в следующем году. О том, как изменится подход к пациентам в домах-интернатах, смотрите в нашем следующем сюжете. 333 пациента проживает сейчас в Тольменском доме-интернате. Пожилые, а также инвалиды старше 18 лет. В основном те, кто страдает психическими расстройствами. Свободных мест в интернате практически не бывают, принимают пациентов со всего края. От большинства отказались родные. Но тосковать времени нет. То лечебные процедуры, то спортивные. Ну и творческие занятия. Здесь постояльцев учат и рисовать, и шить, и плести из бисера. В общем, тому, до чего раньше руки не доходили. Самые активные участвуют в районных и краевых спартигиадах между интернатами. Но этого мало. Нужен долговременный уход. То есть человек должен постоянно, каждую минуту, каждый час находиться под наблюдением. И с ним должны работать соответствующие обученные специалисты, которые должны изучить биографию, скажем так, которые должны изучить характер, человека, его способность, его наклонности к какому-то направлению. И по этим выявленным моментам специалисты будут работать. Для более глубокой, а значит и эффективной работы с инвалидами и пожилыми в крае ведут новую систему долговременного ухода. На нее перейдут уже в следующем году в рамках национального проекта «Демография». Тольменский дом-интернат уже сделал первый шаг. Нанял психолога. Его задача – индивидуальная работа с пациентами. Выявить потребности и дать возможность самореализоваться. Еще одна важная составляющая новой системы – выявить будущего пациента-интерната и сопроводить его. Мы видим, что человеку необходима помощь. Мы начинаем сопровождать на дому в привычных его условиях. А в дальнейшем, когда мы понимаем, что человек уже утратил способность самостоятельно обслуживаться, то есть предлагаем ему разместиться в дом-интернат. И в дом-интернате мы также пытаемся создать привычные для него условия, заниматься всем тем, чем он занимался ранее дома, через создание различных кружков, занятия спортом. Кроме Тольменского дома-интерната на новую систему долговременного ухода за инвалидами и пожилыми перейдут также Барнаульский, Первомайский и Центральный дом-интернат. Но в перспективе систему должны внедрить и в других социально-медицинских учреждениях Алтайского края. Анна Муратова, Ярослав Улымов, Роман Хайрулин. Новости. Отопительный сезон в Барнауле и Наукограде официально стартовал сегодня. Решение о начале отопительного сезона принимала городская администрация. В первую очередь тепло подают в социальные учреждения городов, в детские сады, школы и медицинские учреждения. А вот в жилые дома тепло подают по заявкам, в дату, установленную на общем собрании собственников жилья. После запуска тепловой энергии в дома горожан потеплеет в общественных зданиях и промышленных помещениях. В Барнауле всех потребителей планируют подключить к отоплению в течение семи дней. Столько же уйдет на запуск тепловой энергии в Наукограде. Там все тепломагистрали уже заполнены и поставлены на циркуляцию. Самолет Ту-154 загорелся в международном аэропорте Барнаул. Такова была легенда пожарно-тактических учений. В них приняли участие больше 100 человек личного состава и 50 единиц техники. Учения начались в 10 утра. Спасатели отработали план взаимодействия сил и средств системы предупреждения ликвидации ЧАЭС, а также тактику аварийно-спасательных работ в случае возникновения возгорания на воздушном судне. В данном сценарии причиной аварии стал удар молнии в корпус самолета во время взлета. В учениях приняли участие пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и ведомства Алтайской территориальной подсистемы РСЧС. Действия подразделений территориального гарнизона Барнаульского территориального гарнизона, действия взаимодействующих подразделений, службы медицины катастроф, службы безопасности полетов аэропорта, оценивается удовлетворительно. Подразделения показали высокую слаженность действий. Высокая пожароопасность объявлена в регионе в ближайшие два дня. Самый высокий класс горимости, пятый, зафиксирован в Каменском и Тольменском районах. Жителям этих территорий следует быть особенно осторожными. Знаково, что именно в Тольменском районе прошел обучающий полевой семинар по тушению пожаров на территории заказников. В нем приняли участие егери особо охраняемых природных территорий нашего региона. Мастер-класс дали московские эксперты. Один из лучших практиков в стране по природоохранному законодательству Михаил Крейндлин, а также руководитель противопожарной программы «Гринпис России» Григорий Куксин. Занятия были посвящены двум темам – законодательной практике и делам о нарушении режима природных территорий. Также состоялись практические занятия по борьбе с пожарами. И с начала пожароопасного сезона будут проводиться рейды, начиная с юга Алтайского края, откуда начинаются, собственно говоря, пожары, поскольку оттуда там начинает таять снег, высыхает трава, начинаются травяные палы. В основном предполагается тушение травяных палов, сельскохозяйственных палов, с тем, чтобы предотвращать переход этих пожаров ландшафтных на лес, на какие-то ценные объекты, на поймы рек. В рамках семинара Всемирный фонд дикой природы передал в пользование Алтайскому краю лесопатрульный комплекс на базе УАЗа. Его стоимость больше полутора миллионов рублей. Машина оснащена резервуаром для воды объемом 800 литров, рукавами для забора воды из ближайших водоемов и распылителем воды высокого давления с расходом 12 литров в минуту. Подробнее о противопожарных мерах мы расскажем в вечерних выпусках новостей, а также обсудим в программе «Интервью дня». Гость студии, замминистра природных ресурсов и экологии, начальник управления лесами Минприроды Алтайского края Владимир Черных. Смотрите в 17.15. А сейчас о погоде. Стало известно, какая она будет до конца осени. По данным Росгидромета, вторая половина месяца будет холоднее, чем в прошлом году. В частности, таким будет октябрь. Среднемесячная температура в этом месяце составит 2,5 градуса. Погода в ноябре будет в пределах нормы. Среднемесячная температура составит минус 7 градусов. И о спорте. Больше ста спортсменов со всей страны встретились на восьмом этапе Кубка России по стендовой стрельбе в Алтайском крае. Соревнования прошли в стрелковом клубе «Магнум» в Павловском районе. Этап Кубка России по стендовой стрельбе в Алтайском крае состоялся впервые. Право проведения состязаний столь высокого уровня регион заслужил благодаря условиям, созданным в стрелковом клубе. Он построен на частные инвестиции и занимает около 5 гектаров. Одновременно здесь могут тренироваться до 45 человек. Клуб принят в Стрелковый союз России. Здесь на этой территории у нас построен крытый тир, пистолетный, закрытый. У него ширина 9 метров, он самый широкий. Можно зимой заниматься, потому что пистолет к рукам не примерзает практической стрельбой. Можно здесь заниматься абсолютно всеми олимпийскими дисциплинами в плане пулевой стрельбы, пневматические, пистолеты, пневматические винтовки. Каждое воскресенье спортсменам-юниорам в клубе бесплатно выделяют до 100 патронов каждому. Также они могут участвовать в соревнованиях совершенно бесплатно. Те, кто регулярно занимается в стрелковом клубе «Магнум», уже показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня. Так, в этом году Константин Гольцов стал чемпионом России в группе «С» на этапе Кубка России в Калининграде. Теперь крупные соревнования смогут проводить и на Алтае. Когда формируется календарь, специально сюда отдали этот этап Кубка России, чтобы поднять этот регион. Чтобы местные стрелки, у которых нет возможности пока по каким-то иным причинам выехать в Москву, в Санкт-Петербург и другие города. А здесь этот этап, он пройдет. И чтобы все местные стрелки в нем участвовали, себя попробовали, почувствовали. И уже пошло дальше это все развитие спортинга. Победителем алтайского этапа Кубка России стал якутянин Николай Кобяков, разбивший 190 мишеней. Второе место у его земляка Степана Чепалова, а третье у новосибирца Олега Гончарова. В категории «Б», где выступают кандидаты в мастера спорта и перворазрядники, первое место занял Тимур Сайдашев из Челябинска. Второе место у представителя «Магнума» Евгения Чухонцева. А лучший результат показал Сергей Карлов из Барнаула. Глеб Полянский, новости. К этому часу у меня все. С вами был Егор Матаев. Эфир телеканала продолжат мои коллеги. А я желаю вам хорошего дня и отличного настроения.